Дед Мороз принимает поздравления. По легенде, 18 ноября вступает в права суровая русская зима. На родине новогоднего сказочника в Великом Устюге ударяют первые морозы. Поэтому именно сегодня знаменитого деда можно поздравить с новолетием. Мой коллега Григорий Ворванин побывал в московской усадьбе Деда Мороза и узнал, чем сказочный волшебник занимается летом. Ты ж мой дорогой дедушечка, а я ж тебе зачем звоню? А я ж зачем, как елка новогодняя нарядилась? А чтоб дедушечку своего поздравить? А с днём рождения! Ой, спасибо тебе! Баба Яга злая только в сказках, а со своими обычно приветливая. Деда Мороза с днём рождения поздравила одна из первых. Всё же родственники, хоть и дальние. Но даже коварное ворожее не знает возраст сказочного волшебника. По одной версии ему всего-то 80 лет, по другой – перевалило за 150. По сказочным меркам возраст почтенный, но в душе дедушка – ребёнок. Не упустит возможности побаловаться. Елка, елочка, лети давай, 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 ой, красавица моя, вот, 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 Даже в свой день рождения Дед Мороз остаётся на сказочном посту. Именинник проснулся рано, чтобы успеть побольше сотворить волшебства. Много не спит даже летом. И в жару дел не в проворот. То подарки подготовить надо, то на письма ответить. А как только появляется свободная минута, сразу едет в гости. Это он любит. Друзей у меня многом, премного, более сотни. Пока всех обойдёшь, со всеми переговоришь. Но тут никакого времени не хватит. Поэтому надо всё заранее выстраивать. Для этого у меня есть дневничок. Поэтому я со всеми связываюсь и держу постоянно контакт. Живёт столичный Дед Мороз в уютном тереме. Здесь есть всё необходимое для жизни круглый год. Просторный холл, кабинет, он же зал для приёма гостей. Есть в тереме и спальня. Дизайн проекта почивальни хозяин терема создал сам. Дед Мороз любит не только дарить подарки, но и поспать. Именно поэтому у него в спальне сразу семь подушек. Маленькая на понедельник, далее вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Самая мягкая на воскресенье. Но интересное скрывает покрывало. Здесь хранятся настоящие ландыши. Они пролежат здесь до весны. В усадьбе есть своя почта, где долгие годы хранятся письма. Ежегодно на почту Деду Морозу приходит больше 30 тысяч посланий. В каждом чья-то сокровенная мечта или заветное желание. Как-то раз пришло письмо, 47 пунктов там было целых. Ну, мы же всегда говорим, ребята, желание должно быть одно, самое-самое заветное. Но сейчас, конечно, чаще всего просят и мира во всем мире, и здоровья родным и близким. Взрослые пишут часто, финансового благополучия желают. Ну, а ребятки, конечно, там то собаку, то айфон. Есть желание и у Деда Мороза. Одно, самое заветное. Его он каждый год загадывает в свой день рождения. Самая главная мечта Дедушки Мороза – чтобы все были здоровы, чтобы все были радостны. А вот работать на удалёнке Дед Мороз не собирается. В новогоднюю ночь, как и всегда, придёт в каждый дом и обязательно оставит подарки под ёлкой. И, как обычно, сделает это незаметно. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.